вот такие очереди из автомобилей 3 января город томск балетка погнали город томск мини гора балетка в академгородке подъемники типа тарелочка с низкой пропускной способностью и большими очередями внизу часы пик для трюкачей здесь уже начали небольшой сноупарк делать года на 2-3 как сейчас пойдем на него поближе посмотрим чуть-чуть пониже спустились сейчас посмотрите какая великая горка тут у нас какая есть там внизу народе стоит он там чуть вправе спуск подъемника можно здесь конечно слева спуститься там парище вот такая небольшая горочка а вот здесь небольшой сноупарк продолжается сейчас пойдем посмотрим от местечко старта для фристайлистов вон маленький там в конце покатил тут трамплинчик побольше значит ни разу не видел чтобы с него кто-то что-то делал выглядит он конечно устрашающе может быть кто-то и катается поскольку что-то там подстраивали наверно и желающих хотя сейчас там кроме следов ничего не видно ну а там вдалеке виднеется город томск и облака дыма пара пара из нашей любимой грестец без разницы какой назвать надоело название этих аббревиатуры учить кому не на черта нужны обогревательная станция вот от места старта едем дальше дальше раз трамплин 2 там внизу еще что-то слушайте но насчет снова паркера погорячился что-то я не вижу нигде никаких пайпов перил не рейлингов ничего может быть внизу есть надо прокатиться самому и посмотреть ну как я и говорил никто на этом трамплине не катается кроме разве что на своей пятой точке все просто в следах ну все наверно ушли на соседнюю могульную трассу она где-то вон там слева за деревьями располагается там новый подъемник тоже сделали небольшой но туда простых смертных не пускают только тренировки и еще раз тренировки грозное предупреждение для ватрушечника в саночниках и снегокотчиков вы был собачек также запрещен ничего нам только кулить там он детская трасса тренировочная надо нет назовем его просто тренировочная детская дети тут уже гоняет так что мама не горю некоторые вот касса беленькая посередине слева кафешечку сделали справа прокатик и парковка на которой нет мест несмотря на то что горка небольшая она дала начала очень многому многие спортсмены с нее начинали том числе я когда здесь еще не было такого подъемника стоял обычный мотор с тросом все подцеплялись своими бугальками это крючки металлические с веревочкой на конце палочка и тянули на себе этот трос особенно тяжко приходилось первому едущему ведь весь этот трос он поднимал можно сказать на себе вез но сейчас такие вот тарелочки надеюсь что скоро хотя бы шваберки появятся пропускная способность чуть-чуть увеличится вот там по левую сторону ангар детский склон ладно ладно не детский для новичков для тренировок а вот это синее здание там насколько я знаю ратора который недавно появился на этой горе а следующее синее здание это какая-то будка не знаю за ней туалеты туалеты как и на многих горах холодные и вонючие увы по сути своей это тот же самый бугельный подъемник отличие лишь в том что троса здесь проходит по опорам а бугеля с собой уже не надо как раньше возить на поясе они уже зацеплены сразу на тросе поэтому если вы без проблем катались на старых крючковых бугелях то на этом вам прокатиться не составит никакого труда что делают бордисты на горе правильно сидят ножки чуть-чуть согни давай стартану тебя помню классе в седьмом или восьмом я пацаном сюда прибегал на беговых лыжах и с завистью смотрел на то как пацаны и девчонки моего возраста тренировались тогда еще государство спонсировала все тренировки даже экипировку выдавали бесплатно даже мне когда этом через пару лет после того как увидел эту горную лыжку пришел тренироваться выдали лыжи и ботинки ну а если вы вдруг замерзли или проголодались то можете зайти в единственную на горе кафешку очереди особо там никогда не видел можно лыжи занести если боитесь что их снаружи кто-нибудь уйдет основной это горячий чай с лимончиком бутерброды типа смак мы прочие такие мелкие закуски типа шоколадок и тому подобного главное что согреетесь и немножко отдохнете и не успеете вы сказать слово балетка окажетесь у посадочной станции бугеля но прежде чем засунуть под свою мягкую пупку заветную тарелочку бугеля вам как и этому молодцу предстоит отсозреть такую вот картину вот можно было бы сделать две зоны посадки одну чуть повыше для тех кто точно умеет кататься и они вот такие вот бугельки которые сейчас чувак отпустил могли бы ловить и ехать а те кто не умеет кататься на подъемнике вернее подниматься да они чуть пониже вы сделали бы им посадку было бы две очереди не растягивалось бы это так на так много на мой взгляд вот и нижняя часть и мини вход детям 10 лет со взрослыми никто это особо не соблюдает только если с малышами ну что сейчас поедем наверх ну все друзья мы едем мы едем вдвоем на этой тарелочки не сказал бы что сильно удобно но это лучше чем то что здесь было лет 10 15 не помню когда это подъемник то сделали назад кто-то справа в лесочке катается так иной раз можно заскочить потом надо будет подъемник там объезжать обходить вернее пешком можно слева вон туда наверх заехать тоже там трамплинчиков много такой небольшой лесок туда что не сильно не съесть потом потому что потом пешком так у меня придется вот и вся гора сколько вот мы сначала подъема уже минутку поднимаемся доехали ну до середины давайте для интереса доснимаем может ускоре кстати если вы еще не подписаны вы подпишитесь а то вдруг еще в какое-нибудь интересное место заеду ну надо уже здесь либо второй подъемник конечно ставить либо заменять швабры на тарелки на швабры хотя возможно мощности мотора здесь не хватит чтобы на шваберках катить так то будет по два человека уже а не по одному это многие то здесь конечно томске по одному катает ну наверное лучше все таки еще один дополнительный подъемник день поставить это уж я не буду спорить куда его надо втюхать параллельно наверно будет не очень хорошо и давай-ка мы не съезжаем едем ровненько так вот едем четыре лыжи ну что вот уже две минуты поднимаемся и мы почти на самом верху сейчас будем слазить справа этот детский склон кто кого-то тренируют где фокус кого-то тренируют ведь конус поставили там ратрак синим помещение стоит и мы сейчас будем отцепляться дамы и господа спасибо что посмотрели наш подъем отходим конечно же когда куча народу здесь не выехать не перепарковаться поэтому не знаю даже как бы сейчас разъезжаться там все в одну полосу движется ну что друзья мои вот и подошел к концу моим меня обзор горнолыжного парка города томска под названием балетка и пока я пытаюсь выехать с него подведем некоторые итоги парк расположен в 5-30 минутах езды в зависимости от того какой точке города вы расположены и это несомненный плюс начинать свое становление на лыжи лесной убор здесь милое дело также удобно приезжать периодически в течение сезона чтобы оставаться в форме и что очень удобно по будням они работают вечернее время с 18 до 22 есть освещение хоть и не очень яркая зато народ будет поменьше выходные подъемник работает с 10 до 22 один подъем на сезон 21 22 года стоит 35 рублей до 5 вечера после 5 25 для пользования услугами подъемника на кассе вы приобретаете карту на которую кладете нужную вам сумму не использованные средства переходят на следующий год из минусов хотелось бы отметить проблему с парковкой и подъезд к парку в часы пик а также низкую пропускную способность тарелочного подъемника ну и после того как вы уверенно и самое главное правильно начали ставить на лыжах или доске вам конечно же будет скучновато на этой горке друзья если вам нравится такой формат и вы хотите чтобы я дальше продолжил снимать похожие видео то давайте попробуем набрать под этим роликом хотя бы 30 лайков тогда я пойму что вам это интересно и у меня будет стимул продолжать но если у вас остались какие-нибудь вопросы касательно этого ролика то милости прошу в комментарии отвечу всем а у меня на сегодня все вы были на канале бурдумчик подпишитесь и простимулируйте меня своему лайк